В Калмыкии активно развивается большое количество видов спорта. Одно из них – грэплинг. Это единоборство, которое включает в себя элементы рукопашного боя, джиу-джитсу, самбо, дзюдо и других дисциплин. Он развивается как профессиональный вид спорта и имеет свои соревнования, такие как чемпионат мира по грэплингу или турниры. Так, в Московской области недавно проходил чемпионат мира, где победителем стал спортсмен из Калмыкии. Об этом развивающемся в виде спорта в нашем следующем материале. Грэплинг – это боевое искусство, развивавшееся из традиционного бразильского джиу-джитсу. Победитель определяется силой, бой заканчивается, когда соперник вынужден сдаться, например, подачей или защемлением. Важным элементом грэплинга является работа на земле, где спортсмены пытаются получить победу с помощью навыков и техник борьбы. На данный момент самый стремительно развивающийся вид спорта среди единоборств, он является базовым для смешанных единоборств. И очень хорошо помогает молодежи, детям адаптироваться, я думаю, к сложным реалиям современной жизни, потому что те тренировки очень сложные, соревнования и так далее, вся эта подготовка положительно влияет на детей, формирует характер, закаливает их. И я думаю, что каждый ребенок, каждый родитель должен попробовать позаниматься. Не факт, что каждый найдет себя в этом виде спорта, но попробовать стоит. И, честно говоря, я сам в позднем возрасте пришел, в достаточно таком приличном возрасте, попал в грэплинг, в джиу-джицу и затянул, остался и уже не вижу жизни без этого вида спорта. Несмотря на то, что это одно из молодых единоборств, оно уже вышло на мировую арену. Так, спортсмен из Калмыкии Федор Рябов недавно стал чемпионом мира по грэплингу. Соревнования проходили в Красногорске по дисциплинам грэплинг и грэплинг-ги во всех возрастных категориях. На борцовском ковре были титулованные спортсмены, среди которых чемпионы мира и Европы. Соревнования проходили с 18 по 19 ноября в Крокус-Сити-Холл. На соревнованиях участвовали страны со всего мира, такие как Индия, Алджир, Турция, Норвегия и другие. А также почти все регионы нашей страны лучшие из лучших. Наша команда России показала очень хороший результат. Пройдясь по всем соперникам катком, в составе команды сборной России также выступал я, проведя 4 схватки. Схватки были очень тяжелые, бескомпромиссные. Во второй схватке я получил травму глаза, которая очень мне мешала бороться. Но и все равно я, не сдавшись, выходил на схватки и побеждал очень сильных соперников. Схватки были очень тяжелые. Самое главное, нужно трудиться и все у вас получится. Вот стабильность и дисциплина, она бьет класс. Работайте и успех приведет каждому из вас. Федор не единственный именитый воспитанник спортивного клуба «Стрела». Многие приходят в грэпплинг для укрепления общей физической подготовки, улучшения гибкости, выносливости и координации движений. Он предоставляет эффективные навыки самообороны в неравных боевых ситуациях. Учит техникам, которые позволяют контролировать и нейтрализовать оппонента, в том числе и на земле. Я занимаюсь южицу уже примерно 8 лет. Затянуло именно атмосферу в зале, то, что так дружно. Вид спорта такой. В нем нет ударов и меньше травм, как получается. Родителям это тоже понравилось. И вот затянулось это все. Я занимаюсь южицу уже около 5 лет. Ну, у меня занимается мой папа, он также тренирует взрослых детей. И также мои братья занимались, поэтому я пришла с ними. Но на данный момент для меня это, наверное, уже больше, чем семья даже, не знаю. Это что-то такое родное, я уже просто не могу без тренировок. Занимаясь грэплингом, развивается уверенность в своих физических способностях. Грэплинг – это не просто физическая активность, но и своеобразная интеллектуальная игра. Требует стратегического мышления, планирования ходов и анализа движения оппонента. Именно поэтому грэплинг сейчас активно развивается. Алтана Кононова, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День республики». Редактор субтитров А.Семкин